Всем привет, это Жека из Ginger и сегодня мы будем говорить о моем новом процессоре от Line 6 Helix LT. Итак, перед нами флагманская модель процессора Helix от компании Line 6. Это версия LT, от базовой она отличается отсутствием микроэкранов над каждой кнопкой, также отсутствием микрофонного входа и ограниченным количеством петель Send Return. В плане производительности и качества звучания модель LT ничем не отличается от базовой напольной или рэковой. Производительность абсолютно одинаковая и все отличия заключаются только в дизайне, либо в количестве ходов-выходов, не больше. Также все модели пресета совместимы, то есть пресет, который вы сделали на Helix LT, либо на напольном Helix, либо на рэковом, может использоваться на любой другой модели Helix. Процессор оборудован двумя мощными DSP-шарками. Здесь у нас есть две полноценные цепи эффектов, в которые мы можем ставить любое огромное разнообразие эмуляторов кабинетов, усилителей, эффектов. Собственно, чем и примечателен Helix тем, что я могу получить абсолютно любой звук, меня не ограничивает педалборд. Что мне очень сильно нравится в Helix, так это его простота и удобство использования. Я никогда не использовал процессоры до этого, но познакомившись с Helix буквально за пару дней, он мне стал как родной. Очень-очень удобный интерфейс, все понятно, все просто. В Helix уже загружены кабинеты от Line 6 и достаточно широкий выбор усилителей, как гитарных, так и басовых. И мы не можем сказать, что процессор исключительно предназначен для работы с гитарой, он одинаково хорошо подходит и бас-гитаристам, и гитаристам. В принципе, можно использовать с любым электронным музыкальным инструментом. Также, если вы зайдете на сайт Line 6, вы можете скачать фулл-пак с азиодрайверами, с эдитором, программой Эдитер, которая позволит вам управлять процессором с компьютера или ноутбука, что немаловажно, и что является одной из главной особенностей процессора, загружать свои банки импульсов, кабинетов, также постоянно регулярно скачивать обновления. Прошивки процессора абсолютно бесплатно. Итак, друзья, давайте же посмотрим, чем конкретно я пользуюсь в цепи эффектов. Основная цепь A у нас начинается с педали громкости, которую я зачастую не пользуюсь, но иногда спасает, когда нужно сделать мьют на сцене, скажем так. Первый серьезный эффект – это у нас эквалайзер. Зачем он нам нужен? Эквалайзером мы готовим сигнал для компрессора, который будет идти дальше. Что мы делаем в эквалайзере? Во-первых, мы немножечко срезаем низ. Субнизы у нас чуть-чуть подрезаны. 60 Гц мы не трогаем. И дальше мы бубнящую вот эту вот нижнюю середину, низ обрезаем чуть-чуть. Что мы делаем с серединой тональной читаемой? Мы ее немножечко поднимаем. Больше всего у нас задата 4 кГц. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы дальше на компрессор первой, по сути, приходила середина. Она более громкая, и компрессор будет адекватнее работать с серединой. Низа же не будут бубнеть в таком раскладе, в такой настройке. Дальше у нас идет компрессор. Это у нас Deluxe компрессор. Он на Helix, как по мне, самый адекватный, с самым большим количеством настроек. Это основной компрессор. Здесь у нас в цепи их будет два. Первый – основной. Что мы делаем? Устанавливаем для начала Threshold в минус 35 дБ. Показатель компрессии и ratio у нас 4 к 1. Дальше атака и релиз. Атака в 15 миллисекунд. Зачем это нам надо? Нам нужно, чтобы вы прочитали все абсолютно атаки. Я часто играю с слэпом, поэтому конкретно такой показатель. И релиз 141 миллисекунда. Мы немножечко компенсируем потерю громкости, ставя выходной уровень в плюс 3,8. Ну и потом колено, ни, показатель ни. Следующий после первого компрессора у нас стоит усилитель. Модель усилителя. Здесь она называется G-Cougar 800. На самом деле, если мы посмотрим на картинку, мы сразу же узнаем там Гален Крюгер. Важно. Настройки у нас абсолютно на любителя. То есть вы можете покрутить сами, когда будете собирать свой звук, на любителя, на свое ухо. Важно не переборщить с драйвом. Здесь, когда мы собирали звук с Максом Мортоном, нужно найти свою середину. Там у нас стоит показатель 4,3, чтобы не задавить все громкие ноты и активно сыгранные ноты, например, слэпы. Если мы добавим драйва, то они просто потеряются в общей каше. И мастер у нас стоит, мастер у нас максимальный здесь. Следующий, после головы, идет второй компрессор. Он работает совсем на минимуме. То есть он совсем немного корректирует динамику очень громких нот. Значит, показатель компрессии 3 к 1. Естественно, мы ее компенсируем громкостью совсем чуть-чуть. Плюс 1,6 дБ. И атака и релиз. Атака в 3 миллисекунды, то есть совсем короткая. Я говорю, это только для нот, которые очень активно сыграны. Какая-то там открытая, которая в кураже на сцене взялась чуть ли не всей ладонью. И слэпы очень громкие. И релиз на 175 миллисекунд. Следующим идет здесь, в этой цепочке. Импульс кабинета. Мы взяли импульс Ampego с твиттером. Обязательно с твиттером, потому что если не будет твиттера, опять-таки все ваши слэпы пропадут в никуда. Все ваши активные атаки пропадут. Очень важно использовать модели кабинетов с твиттером. И в этой же основной цепочке у нас есть дополнительная. Вот здесь вы видите, она отходит. Что это такое? Это гитарный звук. Зачем он нужен? Чтобы добавить еще больше вот этого лязга, который поможет вам прочитаться в пачке гитарной. Поможет вашему басу не теряться за гитарами. Здесь мы используем гитарные модели усилителей и кабинетов. Импульсы кабинетов. Но опять-таки для начала нужно подготовить наш звук для этого. Что мы делаем? Вначале у нас стоит эквалайзер. По сути это low-cut, high-cut. Мы просто обрезаем частотные диапазоны. Если это гитарный звук, значит нам не нужны низа. У нас стоит low-cut на 464 Гц. То есть все, что ниже, нам не надо, и мы это не используем здесь. И сразу же за ним идет хардгейт. Опять-таки мы продолжаем подводить наш сигнал к голове, который идет в следующей цепочке. Что мы делаем с хардгейтом? Мы максимально обрезаем звук. То есть такие экстремальные показатели гейта у нас по 10 миллисекунд стоит. И зачем это надо? Нам нужна в этом сигнале только атака, только вот самое начало звука. Мало того, что мы уже обрезали низ, который был длинным, оставили только верх, который затухает гораздо быстрее, так еще и гейтом мы еще больше задавили звук, чтобы оставлять только атаки. Следующая идет у нас модель гитарного усилителя. Это Soldano. Это Soldano. Здесь она называется Soul Lead OD. Такой high-gain, настоящий high-gain гитарный. Достаточно раскачанный, насколько я понимаю. 4.5 по драйву. И замыкает у нас все это. Гитарный импульс. Это angle с 57 микрофоном строго по оси. Вот у нас angle 57 на оси. Еще раз, для чего нам это надо? Чтобы выдавить все атаки. В плотной, быстрой метальной музыке это очень важно, чтобы не потеряться за гитарами. И замыкает основную цепь у нас, когда надо, когда не надо. Ревербератор. Зачем он нужен? Чтобы сыграть какие-то сольные партии. Есть у меня пару моментов в песнях, например, в Bad Water, концовка. Вторая цепочка. Вторая цепочка. Это то, к чему мы пришли уже в туре. Мы поехали в тур в Британию, и Саша, наш звукорежиссер, попросил дать ему еще один сигнал. Зачем? Чтобы чисто гитарный. Чисто гитарный, чтобы он мог в нужные моменты его добавлять, чтобы дать басу еще больше жирности и читаемости. И что важно, если у нас основной сигнал идет, сфазированный из чистого и перегруженного гитарного, он выходит и по панораме он находится в центре, то этот отправляется чуть-чуть правее, противоположный от нашего единственного гитариста, стороны. И добавляет басу еще больше читаемости в миксе. Что мы здесь используем? У нас здесь очень злой, очень злой. Здесь он называется German Ubersonic. На самом деле это эмуляция Ubershal от Богнера. С большим-большим зерном, таким осязаемым, можно аж в руках подержать. И опять-таки после него стоит импульс того же самого Энгла с 57 на оси. Что мы делаем в голове? В голове мы полностью срезаем низ, он опять-таки не нужен. Это делалось в полевых условиях, мы не стали заморачиваться, ставить туда эквалайзер и гейт, по-быстренькому накидали голову и импульс. Ну и в принципе работает, Саша сам уже там гейтит его минимально, может быть минимально компресит. Это уже разговор с нашим звукорежиссером Фох. Вот так. Такой звук мы делаем на концертах. У меня переключения между разными типами звуков, как-то подгруженный звук или чистый, происходит благодаря функции снэпшот. Что это из себя представляет? То есть мы видим иконку отображения снэпшота здесь. Снэпшоты переключаются в рамках одного пресета. Благодаря этому при переключении между звуками у меня не происходит задержки или потери сигнала. Например, сейчас мы видим снэпшот номер один. Это мой основной звук, подгруженный, который я использую в рифах. Если я хочу переключиться на чистый звук, это снэпшот номер два. Видите, у нас здесь номер два появился. И что конкретно изменилось? Изменилась громкость выходного сигнала с импульсов на подгруженном сигнале в основной цепи. У нас здесь минус 60 дБ теперь. И на второй цепи тоже подгруженный звук минус 60 дБ, когда громкость чистого кабинета осталась в минус 18. Если мы вернемся обратно на подружный звук, сразу же поменяли значение минус 30 дБ, минус 18 дБ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok